Хотя и существуют штрафы за то, что граждане выбрасывают мусор в неположенном месте, после схода снега пространство около дорог напоминает одну большую свалку. И несмотря на то, что мусорят водители, отвечать за чистоту обязана та организация, в ведомстве которой находится тот или иной участок трассы. Вооружившись фотоаппаратом для фиксации нарушений, сотрудники Государственного административно-технического надзора ежедневно исследуют дороги района и выявляют нарушения, а их, к сожалению, немало. Сегодня сотрудниками Государственного административно-технического надзора проводился осмотр полосы отвода Владарского шоссе. В результате осмотра было выявлено правонарушение, выразившись в наличии навалов мусора в полосе отвода, что влечет за собой наложение административного штрафа на обслуживающую организацию. Штраф за подобные нарушения составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Но сотрудники Государственного административно-технического надзора исследуют не только придорожные территории, но смотрят и на чистоту самих дорог. В этом месте на Владарском шоссе выезжают автомобили с одной из стройк, которые находятся поблизости. Чистота дорожного полотна оставляет желать лучшего. Естественно, установить виновника не составляет труда. По закону Московской области, любой строительный объект, выезд строительного объекта, должна иметься пункт мойки очистки колес. Как сейчас видели, при нас выехал автомобиль с неочищенными колесами. Вынес грязь на Владарском шоссе. Здесь суммы также немаленькие. В зависимости от причины такого положения, застройщику придется выложить сумму от 80 тысяч рублей. Остановочные павильоны тоже являются объектом пристального внимания сотрудников Госадмтехнадзора. Во время проверки оценивается как внешний вид и безопасность конструкции, так и наличие мусорных контейнеров и общая частота на остановке. Этот объект принадлежит организации Мосавтодор. Нарушений – целый букет. Обклеен несанкционированными объявлениями. Это раз. Места для ожидания, там лавочки все сломаны, не приведены в порядок. Как зимой посыпалось песком от гололеда, так песок не убран до сих пор. За каждый подобный неухоженный павильон организации придется раскошелиться на 15 тысяч рублей. Именно столько составляет административный штраф в данном случае. Кроме того, сотрудники Госадмтехнадзора выдадут всем нарушителям обязательные предписания об устранении обнаруженных недочетов. Опыт показывает, что штрафные меры – весьма действенный метод воздействия на собственников и обслуживающие организации. Как правило, все нарушения устраняются в кратчайшие сроки. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ.